К другим темам. Мы продолжаем рассказывать про многодетные семьи нашего региона в рамках нашей рубрики, приуроченной к году семьи. Многодетная семья – тверская традиция. На этот раз наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Петровых. Многодетные родители воспитывают шесть детей, а мама при этом трудится на очень важной, ответственной и не совсем женской работе. О секретах семейного счастья этой многодетной семьи расскажем в нашем сюжете. Юлия – водитель автобуса. В профессию пришла недавно. Нет еще и месяца. Сейчас она стажер. Работает за рулем автобуса большой вместимости. Быть водителем ответственно и сложно. А дома Юлия – улыбчивая, нежная и заботливая мама шестерых детей. Женщина рассказывает, что пока дети были маленькими, работать не получалось. С конца сентября до апреля это стабильно больничный. У меня были периоды, когда я только их пролечила, и уже опять кто-то кашляет. Я просто лежала и плакала. В аптеке девочки говорили, Юль, ты нам приноси зарплату сразу, а потом ходили, кажется, убили. Ну, то есть, тяжело. Конечно, это все тяжело. Приходилось самой. Вот у меня питомник кошек бенгальских я держала. Года два назад я закрыла, вот одного оставила себе. Тортики делала. Ну, торговать, наверное, все торговали. Но когда дети выросли, она твердо решила идти работать, причем именно водителем. Едешь, и какая-то свобода, все равно, конечно, ну, понимаешь, что ответственность, что это, но все равно как-то вот время проходит, интересно. Разные люди, какие-то смены картинок. Вчера вот еду, думаю, надо мне, наверное, еще на метро выучиться. Играя в куклы в детстве, Юля мечтала о большой семье. Вот именно с этой игрушки все и началось. С куклы в платье в горошек. Женщина ее сохранила и уже будучи взрослой, стала заниматься реставрацией кукол. Сейчас в ее коллекции более 50 таких игрушек. Это нашли тоже в заброшенном доме. Руки, ноги по отдельности валялись. Это она вот 50-х годов. Вот их много. Здесь вот маленькая часть. Вот и дети Юли тоже творческие. Две дочки занимаются музыкой. Лилия, средняя дочь, недавно участвовала в федеральном вокальном проекте «Ты супер» и дошла до полуфинала. Смотри, несется конница, степная больница полков суровых казаков из тьмы веков. Иметь такую большую семью – это счастье, делится Лилия. Ведь самым сокровенным можно поделиться с родными и получить самый ценный совет. Мой круг общения – это и есть мои старшие сестры. Это как бы, если что, за советом. Что-то надо такое личное обсудить, рассказать. Это вот в основном к ним. Любовь к музыке она привила и младшей сестре Олесии. Помимо вокала, младшая дочь Юли занимается еще и рисованием. В будущем она планирует стать дизайнером. Старшие дети уже выросли и выпорхнули из родительского гнезда. Поэтому собраться всей семьей за столом получается, но не всегда. Вот и на встречу с нашей съемочной группой старшие сын и дочь не смогли прийти. Но зато приехала в гости внучка Карина. Муж Юлии и Денис никогда не думали, что они будут многодетными родителями. И всем молодым людям, которые только планируют создать семью, советуют не бояться заводить детей. Ведь именно в них и есть счастье. Никогда я не думал, не мечтал. Это как речка. Ручеек потек, река получилась. Стараюсь помочь, подсказать что-то как. Ну, как бы ориентируюсь на свои ошибки. Два младших ребенка Юлия и Дениса по годке. Богдан и Алиса. Им по 15. Богдан приемный сын. Юлия с мужем его усыновили после того, как у лучшей подруги женщины случилась трагедия в семье. Богдан, как и его приемная мама, хочет двигаться вперед и в будущем мечтает стать машинистом. У нас с ней вместе старшие дети рождены, и вот вместе младшие. У них там беда, трагедия. Вот он остался один. Он забрал. Получилось два по 15. Вот все шесть, все абсолютно разные. Если бы была какая-то формула, что вот ты ее соблюдаешь, и все они такие хорошие, нет. Слушать и слышать друг друга, двигаться вперед и проводить время всей семьей и больше общаться. Это то, что делает эту многодетную семью крепче и дружнее. Продолжение следует...